Детям нужны отцы, а не леденцы. Жены мобилизованных возмущены тем, что власти компенсируют отказ вернуть их мужей именно конфетами и билетами на ёлки. Некоторые эксперты говорят, что эти жены якобы на самом деле понимают, что им война эта не нужна, и они бы вроде как и не против сказать об этом, но они боятся, потому что сразу всех закроют. Вот как вы думаете, они действительно понимают о том, что войну надо заканчивать? Ну, знаете, в любом случае они как-то понимают, конечно, что происходит, что их задаривают и деньгами, и подарками, а их задаривают и деньгами, и подарками, и деньгами тоже очень и очень серьёзно. Но на самом деле хоть одна из них сказала бы, что заберите ваши кровавые деньги. Нет, не сказала ни одна из них. Да, а муж по-прежнему где? А, он на фронте по-прежнему, а что он там делает? Ну вот именно, продолжает. Сколько они уже публично выходят и требуют мужей назад? С 7 ноября. С 7 ноября они вышли вместе с коммунистами первый раз на площадь перед Большим театром в Москве. В общем, за полтора месяца мы могли бы, например, повернуть оружие. Или, например, сдаться в плен. Жёны, хорошие жёны, нам же показывали уже эти примеры, как хорошие жёны, нормальные девушки приезжают в Украину, да, объясняя, что мы едем к нашим пленам. Да, понимаем, что мы не вернёмся. Но мы хотим быть рядом со своими, да, в плену. Ну, сделать что-нибудь. В общем, женщины сядут на деньгах и просто хотят своих мужей назад. Уже они уже больше не говорят, что не хотят махнуть на соседа. Да, не хотят, но что-то как-то и голос слышен всё тише и тише. Я так понимаю, что леденцы, конечно, это дёшево, ну, а шоколадные трюфели уже можно рассмотреть. Ольга, сегодня утром я так по телевизору смотрела сюжет наших коллег с Перетка, и они там рассказывали о том, что наши военные взяли в плен на угледарском направлении кроме россиян ещё и украинцев с Крыма и с Запорожья. И говорили, что это бывшие заключённые, которым пообещали амнистию, а по сути сделали смертниками. А вот действительно ли, что и на оккупированных территориях там сейчас всех заключённых вербуют на войну? Вы знаете, с оккупированных территорий перед деоккупацией заключённых перевели на юг России. И оттуда выходят постепенно люди, мы их переправляем в Украину. Ну, там нормальные парни. Там есть, конечно, и были штрейхбрехеры, там были провокаторы, были люди, которые, собственно, писали заявление, ой, боимся, боимся деоккупации, заберите нас скорее в России. Были. Но их немного на самом-то деле. Но, знаете, вот сегодня я разбиралась с одним случаем. Вот зона номер пять в Нижнем Тагиле, Свердловской области, Урал. Туда не так давно привезли пятерых украинцев. Ну, конечно, мы сразу стали узнавать, что и как, пятеро украинцев, естественно. Выяснилось, что нет, с Украиной не связано, с войной не связано. Мелкие наркодилеры посадили ещё в 17-м году, но дали большие сроки. Крупные были поставки наркотиков, то есть они к борьбе с украинской никакого отношения не имеют, просто украинские граждане. И вдруг им начали сейчас предъявлять статью 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это пособничество терроризму. Якобы они где-то что-то не то написали, не то сказали. И ничего себе, то есть к срокам там по 10-12-14 лет будут добавляться ещё более существенные сроки. Им тут же предложили, естественно, тут же предложили вербоваться на войну. Они украинцы, с украинскими паспортами. Я точно знаю, что один из них сегодня согласился. Это просто ужас. А есть какие-то механизмы, как к этому противодействовать, если он, по сути, не совершил этого преступления? Практически нет. Но дело в том, что, конечно, для этого нужно личное мужество. В конце концов, мы с вами видим, какие сроки дают сейчас украинцам и гражданским, и военным в российских судах. То есть 18 лет как нечего делать. И 20, и 25, и пожизненное. Третьего дня вот дали в Донецком суде двоим, украинцам дали два пожизненных. Но мы же с вами понимаем, что на самом-то деле этих сроков не будет. Но неважно, 18 лет или 25, или пожизненное, неважно. Совершенно понятно, что за эти годы всё произойдёт, и люди не будут снять этот срок. Их будут менять, или Путин ***, или что-то ещё. Поэтому сроки у всех, на самом деле, одинаковые. Абсолютно одинаковые. И эти парни тоже. Слушайте, если вы не хотите воевать, если вы не хотите предавать свою родину, ну, пришлют вам 205-ю. Ну, к вашей десятке или 12 добавится ещё 10 лет. Ну, неважно. Ну, неважно, потому что у вас эта статья, которая уже подразумевает, что вы, на самом-то деле, из простого *** переходите в разряд, извините, сопротивленцев. То есть я бы этим шансом просто воспользовалась. Был ***, а стал партизан, которому вот припаивают, да, вот припаивают именно это, именно пособничатым партизанам. Слава тебе, Господи, спасибо. Да, я пособничал партизанам. Срочно запишите. Я просто надеюсь, что те, кто соглашается идти на войну, что они, возможно, ну, не знаю, там, в плен потом сдадутся Украине. Будем надеяться. Но дело в том, что их сослуживцы и по окопу соседей и офицера тоже будут это знать.